Я извините, я напомню, Греции люди вышли на площади, когда НДС повысили с 9 до 10. Там вышла вся Греция, потому что последний грек, которому, извините, пенсия 800 евро, который курит бамбук, и у него все хорошо, он понял, что в его чашечке, которую он так спокойно, не отапливаем в помещении, потому что ему не нужно платить за... Он поднимает, и он понимает, что у него эта чашечка евро там подорожает на каких-нибудь 20 центов, он оторвал свою очень ленивую греческую задницу, вышел на площадь и сказал, товарищ правитель, а не охерели ли вы, извините за мой французский? Тут нам врубают на 2%, которая там вот, знаете, реверсивно там она сложится процентов на 10. Нам врубают, извините, у женщины, женщин так поставили на 8 лет, на секундочку, это где-то там уже посчитали, что миллион 800 отберут у женщины, это в лучшем случае. Мужичков тоже так у нас, которые дохнут, у нас просто мужичины, извините, просто не доживут до этой пенсии гребаной, они же дохнут у нас раньше. Поэтому почему я говорю 67? Потому что у нас они, по-моему, как раз в 67 помирают. И у пенсионных... Главное, в циме ситуации, у пенсионного фонда, наш Дмитрий Анатольевич выступал, говорил, что 5-4 года назад, что Дератте 1 триллион, повысите до 67, и пенсионный фонд заживет наконец-то, у него ходы сойдутся. Сейчас чисто математика не сходится. Мы скотина, я вот скотина, я вот себя понимаю, что я сволочь редкостная, я доживу до пенсии, понимаете, и у меня будет пенсия. Убить таких людей мало. Это же абсолютно серьезно. Нет, ну, кстати, вот мы точно не греки, а, к сожалению, как недавно выяснилось, и не грузины, где в результате одного случая, ну, действительно страшного злоупотребления полиции, просто правительство ушло в отставку. Мы не Армения, где, ну, действительно парень надоел, мне кажется, ничуть не больше, чем нам. Ну, вот просто они вышли, и Сарксен не стал больше примером. А у нас, боюсь, что, Павел Алексеевич, ни опыт там рубежа 90-х, ни даже монетизация льгот, значит, уже не годятся, потому что, с одной стороны, конечно, люди деморализованы и запуганы, потому что сейчас совсем другая уже репрессивная машина, чем она была на исходе Советского Союза. Ее вообще не было уже в 2004-м, она еще не набрала обороты. Сейчас вот эти показательные, совершенно просто цинично показательные уголовные дела, массовые уже, мы переходим реально к массовым репрессиям, они, конечно, публику деморализуют. А с другой стороны, все-таки нет еще, конечно, вот того уже просто реального голода и тотального дефицита, который был на рубеже 90-х, и люди адаптируются к падению уровня жизни. То есть снижается там средний чек, переходит на более дешевые продукты, переходит вместо сыра на сырный продукт. На 35% только в первом квартале вырос импорт пальмового масла, не считая кратного роста до этого. То есть это уже становится опасно для жизни, но тем не менее, тем не менее, люди сжимают свое употребление, от чего-то отказываются, и они заняты вот этой вот адаптацией к снижению уровня жизни, соответственно, им не до протестов. Поэтому я думаю, что ни повышение НДС, ни повышение пенсионного возраста, никаких мавот, готов там поспорить с кем-то, держать пари, думаю, что никаких массовых проявлений протеста нет. Недовольство. Недовольство будет, бухтение на кухне, бухтение четырех спикеров перед пятью журналистами, а вот каких-то массовых, когда миллион человек выйдет на улицы, как это было там в Армении, ну пропорционально населению, так там вышло, наверное, по нашим меркам 10 миллионов, или в Грузии, или в той же Греции, ничего этого не будет. Поскольку в поисках денег...